Понятно, что вопрос широкий, скажем так, и требует разных объяснений. Но задача наша всегда, как все знают, уже уложиться в несколько минут. Я постараюсь это сделать. И поэтому прошу следить за логикой. Если не сразу схватилось, то тогда можно еще раз послушать. Я постараюсь все изложить понятно и логично. Итак, начинаем. Есть действительно, как Вы сказали, как мы всегда говорили, ведь есть только Всевышний, только Творец мира. Все остальное сотворено им и существует только в рамках создания им этого, не самостоятельно, а только потому, что Он это создал. Это непросто понять, в нашем мире особенно такого нету, но все равно нужно это представлять. Идем дальше. Если есть только Он, Он непознаваемый, поскольку Он непознаваемый, то тогда уже есть потенциал для того, чтобы было что-то внутреннее, непознаваемое или малопознаваемое. И что-то внешнее, которое, условно говоря, будем считать, познается. И так что есть всегда внутренняя и внешняя сторона в каждом явлении. Например, душа и тело. Тело наблюдаемо. И во всех смыслах этого слова. И глазами, приборами и так далее. А душа ненаблюдаема никак. Но о душе мы знаем и весьма реально ощущаем. И поэтому из выражения душа болит, переживания и прочее. Все это есть. Из этого состоит зачастую как раз вся жизнь. Но при этом мы этого не видим. Поэтому есть так, это называется внутренняя сторона явления и внешняя. Идем дальше. Когда так мир создавался на самых первых этапах своих, Всевышний сделал так, чтобы процесс раскрытия привел к поломке. Даже это легко понять. Потому что все-таки раскрытие – это уход от Него. В каком-то смысле это уход. Значит, могут быть ошибки. Значит, могут быть поломки. Так оно и произошло. Это был план Всевышнего. Это была его задумка. Чтобы произошли некие духовные поломки. Не в нашем мире. Все, что я сейчас говорю, это в высших духовных мирах. Но поскольку там это произошло, то уже можно было поставить задачу перед сотворенными объектами, а значит перед нами, эту поломку исправлять. Зачем это нужно было? Получается, сам Всевышний привел к поломке и сам же еще хочет, чтобы мы исправляли. А нужно было для того, чтобы все создание само, все, что существует, наполнилось бессмысленно. И то, что Он делает, Творец, это все идеально. Представь, что не было бы этой поломки. И ничего бы не было такого. Все было бы идеально, а это значит ничего, не только не надо делать, как Вы предположили, совершенно справедливо. Не только не надо делать, но было бы запрещено что-то делать. Потому что нельзя же идеал испортить. Поэтому, чтобы жизнь была со смыслом, сотворение всего было со смыслом и так далее, надо было бы внести эту космическую, сверхкосмическую, как иногда мы говорим, поломку. После этого начался процесс исправления. Как исправлять? Что может исправлять? Еще до того, как мы пришли в этот мир, уже была идея исправления, и она была зафиксирована в Торе. Так что Тор, это по существу некий план, черновик, некий алгоритм исправления мира. Тогда все становится уже на свои места. Уже есть алгоритм исправления, а уже есть тот, кто исправляет. Это был Адам. У него, как мы знаем, не получилось. Тоже мы знаем эту историю. И после этого это перешло через 20 поколений к Аврааму и, значит, к еврейскому народу. Поэтому на наших плечах это находится. Дни евреи тоже являются участниками этого. В рамках, как мы часто говорим, сложной задачи. Это прилагать усилия, чтобы не ломать. Мы должны прилагать усилия, чтобы исправлять. Это очень тяжело. И поэтому должен был быть такой народ, который возьмет на себя эту тяжелейшую задачу, потому что ошибка в ней приводит к новым поломкам. То есть это речь идет о смертельной опасности. Евреи взяли на себя смертельную работу. Другим не дали такую работу. Им дали другую почетную работу, это не ломать. И для того, чтобы с этим справился, тоже известные ограничения, известные, как это делается, не убивать, не грабить, не воровать. Не заниматься поломками в духовных мирах, то есть никакого идолопоклонства, никаких религий, никакого христианства, никакого ислама, никакого буддизма. Все это не нужно. Но мы не уполномочены это людям говорить. Люди должны сами к этому прийти. Все вообще должно быть самим. Нельзя из-под палки ничего. Я просто поделился здесь, какие задачи перед человечеством и перед каждым человеком, перед евреями и перед еврейским народом в целом, перед отдельным евреем. Полно хороших и важных задач. Все они называются «исправление миром» или «тикуну лам». У каждого своя роль, которую я здесь очень вкратце обрисовал. И все это еще, на этом мы заканчиваем, в рамках свободы выбора. Потому что, как мы говорили, есть внутренний суть мира и есть проявление. Внутреннее непознаваемо. Значит, свобода выбора действительно свобода выбора. Мы не можем познать, что нужно делать. Мы должны только либо действовать в рамках алгоритма, либо правильно задействовать ум, нашу интуицию. Но знать мы не можем. В этом тоже величие. Все это в рамках свободы выбора, именно когда ты не знаешь стопроцентно, как надо поступать. Потому что, если ты знаешь, ты робот. А если ты не знаешь, ты начинаешь быть человеком, ты начинаешь жить в разных плоскостях, в разных слоях. Жизнь, как я сказал, становится необычайно интересной и необычайно заполненной величайшим смыслом. Ну вот это вкратце все. Надеюсь, более-менее понятно. Всего доброго. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok